Основной совет это учить язык. Если есть знание языка, никаких проблем не будет. Говорится конкретно. Там вычтут за то, за то, за то, за то. Подходит? Подходит. Если человек соглашается, может никаких проблем. В конфертации все, конечно, бесплатно полностью. Мы рассказываем, как работать с визами, как правильно оформляться на работу, как сделать так, чтобы не кинули, какие есть рычаги давления на тех людей, которые пытаются кинуть. Вот видна жена его в белом, а самого его не видно. Перед музеем культуры и искусства, который подарен был полякам, русскими людьми, гражданами Советского Союза. Субтитры подогнал «Симон»! Я в этой серии, мы вместе с Ильей, вы увидите его попозже, едем в Варшаву. Хочу сделать сейчас интервью с Марком, а потом мы еще встретимся с Валентином, который тоже в Варшаве, у которого тоже руководитель школы. Вы уже можете видеть интервью с ним или смотрите его вот здесь, сверху будет ссылка. Мы находимся в Осьфабрично и покупаем в автомате билет до Варшавы, например, нам надо. Есть русский язык здесь, купить билет Интерсити. Оплата наличными невозможна. Время. Далее. Ну, нам сейчас надо ехать через 20 минут. Значит, вот, Осьфабрично до станции. Нам нужна Варшава-Заходня. Вы можете тут выбрать, какая вам нужна, в зависимости от этого. Далее. Выбираем, какая. Мы едем на 7.13. Выбрать. Места для сидения. Класс 2. Мы не самые крутые парни, чтобы на первом ехать, правильно? Так. Желаемый вагон. Любой. Место. Это мы не знаем, что, поэтому тыкаем наугад. Так. Подтверждение операции. Мы подтверждаем. Здесь мы там наликом нельзя. Карта. Оплата карты. Пин-код. Так уж и быть не буду снимать пин-код. 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 Все. Можно ехать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Плюс крепление груза, чтобы не терять время. Таким образом мы в два раза больше будем делать. А фура уже куплена вторая? Тут есть две фуры. А, есть. Ну, в смысле, просто тогда одна же была манта? Тогда была одна, но вторую мы просто не загоняли, потому что она не была отремонтирована. Рено? Реношка. А, все, я понял. Сейчас она уже будет сделана нормально, на ней можно будет ездить. Ну, и мы смотрим еще на счет новой фуры, которая будет уже на автомате, чтобы люди ездили еще на автомате. Ну да, это крутой план, потому что я как раз таки, только вчера, готовясь к первому рабочему дню, смотрел в ютубе видео по тахографу, как раз несколько, чтобы и освежить свои знания какие-то, и, в принципе, получить их до конца, так сказать. И смотрел сцепку-расцепку тоже, в том числе, потому что, думаю, если приедешь, чтобы хотя бы в теории это знать, что там, куда и так далее. Да, у нас еще сейчас, на сегодняшний момент, я думаю, что будут внедряться специальные занятия онлайн, что значит, это будут подключаться специалисты, которые уже ездят давно, это либо ребята, которые имеют там 10-летний опыт, либо это реальные инструкторы из других стран, которые будут объяснять какие-то темы, то есть, например, будет происходить запрос от наших людей, кто у нас учится, что нам нужна такая-то, такая-то тема. И мы будем специально находить людей, которые готовы высветить эту тему для нас. У меня как бы три человека есть, которые уже давно в этом всем ездят. Ну, не ездят, а именно разбираются. И можно с ними будет устаканить какие-то вопросы, и потом какую-то консультацию тоже получать. Ну и сам чат у нас на самом деле, то есть, Дима всегда работает. Если вдруг у кого-то есть какой-то вопрос, мы всегда отвечаем. Ну, это Дима Атаман. Да, 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 да. Да, то есть, если есть какие-то вопросы, ребята звонят Диме, просто напрямую спрашивают. То есть, кому нужны какие-то ответы, всегда-всегда нужно обратиться. Согласен, даже я ему тоже писал по поводу вопроса с умово-опраться моей. Тоже он мне отвечал по этому поводу. Так что, Дима, спасибо за ответ. Ну, то есть, мы стараемся всем отвечать. То есть, и на чат существует именно для того, чтобы, ну, отвечать на вопросы тех, которые интересуют, если там, ну, практически на любые вопросы можем ответить, потому что Дима компетентен в своей работе, а я могу, там, подсказывать по другим, там, вопросам, которые связаны просто с Польшей, легализацией или еще с чем-нибудь. Так, сейчас, секунду. А, вот, давай тогда по поводу работы, то, что ты уже обмовился немножко, по поводу фирм, то есть, по поводу трудоустройства, помощи с трудоустройством, как это сейчас сделано и если вообще сделано, и что планы какие пойдут. Ну, на сегодняшний момент, просто есть те фирмы, с которыми мы работаем, грубо говоря, но они не самые интересные, потому что в связи с коронавирусом очень тяжело вообще найти работу сейчас. И, соответственно, работа происходит только с так называемыми колхозами, у которых и так, ну, востребованность очень высокая. Но и, как бы, для людей, которые без опыта, это первоначально, это единственная возможность такая, одна из таких единственных возможностей. Только для тех людей, которые знают язык, тогда есть другие возможности. Если никто не знает, ну, если приезжают люди и не знают язык, только туда идти, набираться опыта и потом уже переходить на другие фирмы. Если говорить о других фирмах, которые после того, как там есть опыт, там, 3-6 месяцев, тогда можно уже устраиваться на нормальные фирмы. Их, на самом деле, тоже не так много, потому что русскоязычных не сильно много хотят брать. То есть, соответственно, основной мой совет это просто учить язык. Вот, тут хотел сказать, да. Если есть знания языка, тогда можно разговаривать о каких-то фирмах, которые более лояльны, которые платят более достоинную заработную плату, не высчитываются за пережег или еще за что-нибудь. За все подряд. За все подряд, да. То есть, я говорю, то есть, основной совет это учить язык. Если есть знания языка, никаких проблем не будет. Ну да, опыт, короче, хоть какой-то, то есть, полгода хотя бы, и язык хотя бы на коммуникативном уровне минимальном. Опыт, опыт это второстепенное. Могут некоторые работодатели закрывать. То есть, реально, знание языка для них может быть основной штукой. Потому что, если вы знаете язык, вырастает возможность выбора компании на 90%. Сейчас, вот маленький 10%, это когда никто не знает языка. Если знаем язык, то на 90% шире. 10 раз. 10 раз шире выбора. И речь идет про польский язык. Да, идет про польский. Я на своем опыте знаю, что с английским тоже так. То есть, гораздо лучше, чем если вы знаете только русский, например. Но в то же время, если бы знать польский, то, конечно, гораздо проще будет все это трудоустройство, поиск работодателей. Да, это 100%. Так, окей. А, сейчас вообще сколько фирм, которые хотя бы колхозов, которые готовы? Я не знаю, минимум 5-7, с которыми можно работать. Есть менее такие жестокие, есть более жестокие, грубо говоря, как как-то. То есть, просто предоставляется правильная информация. То есть, люди должны быть, перед тем, как они едут куда-то, они должны быть осведомлены. То есть, нет никаких укрытых информации. Говорится конкретно. Там учтут за то, за то, за то, за то. Подходит, подходит. Если человек соглашается, может какие-то проблемы. Ну, вот в чартере я звонил, там такой дядя какой-то сидит, он то ли не очень хочет разговаривать, то ли он просто говорит, он мне на половину вопросов касательно именно каких-то нюансов работы. Типа там, не знаю, например, какие прицепы там, есть ли у вас перецепы и так далее. Он говорит, ой, я не знаю, это типа не ко мне. Я спросил, а есть ли обмен балет тоже? Ну, это он ответил, правда сказал, что редко. Да, смотри, это делается специально для чего? Для того, чтобы человек уже приехал на место. То есть, грубо говоря, когда разговариваешь с такими школами, как мы, они могут раскрыть какие-то нюансы работы с этой конкретной фирмой. Если звонить напрямую к этой фирме, она может большинство нюансов не рассказать, потому что что они хотят, чтобы вы приехали. То есть, это основная их задача, вас затянуть туда и тогда уже по месту решать. В большинстве случаев, когда человек уже приезжает по месту, он не сильно хочет уезжать. То есть, соответственно, у них повышается коэффициент тех дней, которые остаются. Ну, и потом, в итоге, куча недовольных комментариев в интернете. Ну, конечно, да. То не сказали, это не сказали, вот это не сказали. И, соответственно, народ не сильно доволен по этому поводу. Когда ты приехал в Бауми, наверное, уже не очень хочется сказать, куда-то ехать. В хостел искать еще что-то. Ну, и следующий же вариант. Устройство, тоже доустройство водителям, дальнобойщикам. Это трудоемкий процесс. Это не так, что ты с завода на завод куда-то прыгнул. А это конкретно, ну, тяжелая процедура, потому что первое приглашение делается, потом красная бумага делается. И, соответственно, когда человек уже приезжает, у него есть какие-то готовые документы, то он уже думает, блин, я уже три недели не могу потерять. Ну, да. Лучше я начну хоть как-то. Да, я начну хоть как. Ну, и, соответственно, у нас остается. Соответственно, я советую, перед тем, как ехать, вообще лучше спросить у ребят, которые работали или работают, написать в чаты, узнать, как это все происходит. Ну, то есть, плюс консультация от нас. И тогда как-то будет понимание о той фирме, о той или иной фирме. Ну, то есть, на сегодняшний момент их там 5-7, наверное. Есть таких, которые постоянно. Чартеры, Хегельманы, но Хегельманы там в последнее времени тоже как-то странно у них себя ведут. Ахмазы, Люкмазы, плюс Элмэкс. И, ну, это основные эти, которые есть. Но я думаю, Гертека понятна, само собой. Гертек уже давно. Понял. Так, с этим понятно. А, ну и план есть новых еще на ЕГИ искать? План, конечно, есть новых искать. То есть, грубо говоря, мы стараемся сделать нечто другое. Мы не хотим уже работать с русскоязычной стороной. Мы будем работать только с польскими фирмами, которые конкретно поляки, логистика польская. И, как бы, пытаться их убеждать в том, что наши водители тоже могут ездить. И, как бы, прорабатываем мы такое направление. И плюс направление там в глубине Германии, Бельгии, Голландии. Там тоже есть фирмы, которые нуждаются в водителях. И сейчас уже есть некий план, как это все сделать, реализовать. Если все получится, то у нас будет небольшое количество мест для тех, кто реально оказывается с хорошей стороны. То есть, грубо говоря, сразу после окончания учебы можно будет уже пробовать туда устроиться, если показывают хорошие навыки в практике. То есть, грубо говоря, Дима приходит и говорит, ну, это нормальное видео. Вот тогда мы будем разговаривать о тех фирмах, которые мы будем сейчас подключать. Ну, понял. В целом понятно. Так, значит, по поводу еще, когда я учился, там тоже некоторые люди задавали вопросы по поводу работы, когда ты учишься. Сейчас такая возможность, в общем, не момент? Нет, сегодняшний момент, нет, мы этого не делали. То есть, если человек хочет есть, в фейсбуке можно открыть группы, туда написать, что я там еще подработку, либо устроиться на кубер, ну, то есть, ну, это все под их ответственность. Как бы сейчас это все контролируется, я не себя советую этого делать. То есть, заради, там, 500 долларов, которые можно заработать во время обучения, во-первых, потеряется обучение, во-вторых, ну, то есть, можно приобрести такие проблемы, которые потом уже не решишь. Ну, грубо говоря, там, где порт какой-то поймать или еще что-то, ну, это никому не нужно, потому я не сильно светить, как сейчас еще сделаем. Я понял. Ну, и в принципе, сейчас проблема, наверное, еще из-за короны с этим. Да, проблема из-за короны, ну, корона вообще всем притормозила все возможности развития и тому подобное. то есть, сейчас тяжело сказать, что какую-то подработку можно найти и легко. Все, все, как бы, как человек повезет или как человек говорит. Окей, тогда такой вопрос есть. Ты сам, как считаешь, чем твоя школа лучше других школ? Ну, смотри, мы, как бы, делаем так, то есть, на самом деле, мы делаем много улучшений. Если говорить о старте, который был там год назад, то есть, не год назад, мы там раньше обучали, просто не так подготовлено, то есть, не было русскоязычных преподавателей, не было менеджеров, которые обслуживают это все. То есть, мы и прошли какой-то определенный этап работы и каждый раз это все улучшаем. Я не могу сказать, что мы там в чем-то, чем-то гораздо отличаемся от других. Первое – это отношения, второе – это цена, третье – это реальные, то есть, условия, которые мы озвучиваем. То есть, мы не обманываем, мы говорим, ну, то есть, там, практика сейчас, там, сколько, 3-4 часа, то есть, зависимости на каждого, на каждого человека, то есть, недостаточно для того, чтобы приобрести те навыки, которые необходимы на первоначальных этапах. Вот, если говорить о плацах, то есть, у нас есть, ну, это реально наши плацы, это тоже наша штука, потому что у многих нету своих плацов таких, которые конкретно предназначены для обучения. В основном, это выглядит таким образом, что это фирмы, которые имеют свой, там, свой паркер, кинопаркинг, они там приезжают, например, фура какая свободная, вот тут берут и учатся. А у нас там конкретно предназначенный автомобиль для этого всего. Вот, ну, русскоязычный склад, это стопроцентно, то есть, инструктора наши, инструктора это в любом случае важно очень, многие фирмы берут инструкторов, которые вообще, ну, то есть, никогда в жизни там особо не ездили, вот, и они начинают им рассказывать, как, ну, не знаю, как яичницу приготовить. Вот, да, а наша, ну, наша сторона такая, что мы показываем реальные факты, как все правильно, ну, как правильно реально работать в машине. Ну, и следующий, конечно, то есть, есть бонус для всех, и я думаю, что ни в одной школе больше нету в Польше, это то, что рассказываю непосредственно я, как работать с работодателями, как правильно работать с договорами, как правильно работать с регализацией, рассказывать, как это все происходит, вот, ну, как бы это, это все то что у нас есть как бы отличие 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 от других школ мне трудно поймать я там не знаю что я вижу вот так наши других но другие мы да не обсуждаем сейчас ты еще сказал я вспомнил такой пункт который я тоже хотел спросить по поводу практика на дорогах будет или нет на сегодняшний момент на сегодняшний момент в лодзе трудность реализовать если когда мы будем открываться в варшаве я думаю что мы будем делать таким образом что мы привозить сюда и здесь здесь пробовать это внедрять потому что здесь есть пригороды которых реально удобно это сделать то есть возможности просто из этого августе честишьти возиклым дороги все все как все расположены не очень неудобно там пробовать это все сделать и ваша и массе как бы не хотим не потому что уже были случаи бы они сделали это из-за того что уже быть случаем я не как бы не ходим сейчас рисковать даже случаях это современный или того кто то положит фуру там не положил фуру вопроса аварии происходили повиня студента, который здесь просто не увидел Мазду, который там стоял или еще какую-то машину и просто ее прицепом снес. Понятно. Не сильно интересно это все потом решать. Ну да, с новичками, я думаю, такое. Да, потому что с новичками это происходит таким образом. Сейчас, я думаю, что мы вполне сможем расширить плац таким образом, что уже будет больше возможностей маневра. То есть он расширяться будет, не только останется то, что сейчас есть. Ты уезжал, он уже расширялся, когда ты уезжал. Мы еще добавили где-то 4 или 5 метров в ширину уже дополнительных. И там у меня еще есть запас где-то 4-5 тысяч метров квадратных, которые можно зацепить. И мы придумываем об этом расширении, но это постепенно. Потому что мы сделаем такую маневренную площадку, которая позволит научиться всей магии. Я думаю, что в город в собой ездит. Восьмерочку там и так далее? Восьмерку все будет полностью. Угу. Окей. Ну, тогда давай вот еще этот вопрос, как раз который тоже ты уже зацепил пару раз по поводу того, что чем как бы ты можешь какие услуги еще предоставить и чем ты можешь быть полезен помимо кода 95 того, что ты вот рассказываешь людям. То есть в чем... Ну, это как дополнительный бонус, почему к тебе можно будет человеку поехать, потому что ты можешь, например, помочь с чем-то, с тем-то, с тем-то. Ну, я, в общем, многим, с многими вопросами. Ну, вот. Все вопросы, которые связаны реально с регализацией, консультацией по получению карты побыта, как это выглядит, почему так это выглядит, как работают визы... Ну, чтобы понятно повалить, ты, например, немножко далек от этого, то есть карта побыта – это ВНЖ. Да, вид на жительство Польши. Для тех, кто хочет эмигрировать, уехать из своей страны, то есть на все вопросы тоже можете консультацию у Марка получить и в момент консультации ты еще сами эти услуги можешь предоставить. Мы можем предоставить этой услуги, помощь, да, то есть для наших студентов по особым цифрам это делать, имеется в виду, дешевле, эти студенты получают. Плюс консультации все, конечно, бесплатно полностью. Мы рассказываем, как работать с визами, как правильно оформляться на работу, как сделать так, чтобы не кинули, какие есть рычаги давления на тех людей, которые пытаются кинуть, обмануть и тому подобное, как правильно читать договора. Ну, ты сам присутствовал на этой лекции, я рассказываю, как это все выглядит. Плюс многие ребята обращаются после. Уже они, например, у меня есть люди, как я. А, нет, там еще есть ребята, которые, например, год уже отработали. Они обращаются с такими вопросами, как открыть фирму, мы помогаем сейчас ребятам открывать фирму. Они уже сейчас покупают свои фуры, открытие бизнеса, то есть... Да, открытие бизнеса. Объясняю, в общем, тоже это большой плюс. Почему? Мы, ребята, вот, например, вдвоем, там, втроем начинают бизнес, они открывают транспортную фирму, берут там одну-две фуры и начинают ездить. И каким таким образом они получают больше денег, грубо говоря, у них заработная плата с там 1800 евро растет до 2500-3000 евро, и только из-за того, что они уже ездят своими машинами сами. И они просто подключаются вот какую-то логистику и ездят, грубо говоря, покупают только голову. Рецепы эти логистики обычно предоставляют. И таким образом, и таким образом, да, и таким образом они просто, ну, получают, зарабатывают больше денег. То есть, это простая схема, мы помогаем в открытии фирмы, полностью регистрации лицензии транспортной, вот, и первоначальному сопровождению, потом, если нужно, то есть, мы полностью подключаем под ключ бухгалтерию. Есть у нас специализированные бухгалтеры, которые занимаются именно ведением транспортных фирм. Вот, я не знаю все нюансы, можно соединять бухгалтерию всю, то есть, грубо говоря, если есть какие-то расчеты, там, не знаю, в других странах, там, Россия, Украина, Беларусь, то этот бухгалтер в состоянии соединить все и вывести полностью все, что интересует. Соответственно, с этой стороны помогаем, то есть, ну, конечно, консультациями по поведению, как правильно, налогообложении, там, вот, вот, это тоже такое основное, ну, то есть, много сейчас у меня уже там три запроса таких было, сейчас 20-го числа приезжают. Из России? Нет, они ребята, которые Беларусь, уже отъездили, они назад у меня учились, вот, и они приехали, говорят, нам, вот, те, кто уже с опытом все, все, я понял, про транспортную компанию. Да, они уже хотят открываться вот так, ну, таким образом можно реально заработать больше. Вот, конечно, нужно иметь запас денег, потому что, учитывая то, что есть расход топлива, расходный материал на машину и тому подобное, надо учитывать то, что еще транспортные, не транспортные, а магистрические фирмы будут платить с определенной, отсрочкой, там, в два месяца. А, даже в два месяца задержка? Да, в два месяца отсрочка платежа. Соответственно, соответственно, надо учитывать эти дюансы тоже. И кризис еще надо учитывать тоже. Кризис кризисом, то есть, как только подходит кризису, я считаю, что кризис это время для развития. Кредит на систему. А, расскажу по поводу кризиса системы, выглядит это все просто, то есть, если даже новая фирма, есть возможность первой вклады 30%, мы можем помочь и получить лизинг на флор. А физлица? Физлица нет, физлица только после того, когда есть определенное проработанное, ну, проработанное время, по умове операции желательно, чтобы официально поделись налоги, после этого можно уже будет на физлица оформлять какие-то, не знаю, машины, квартиры и так подобное. Квартиру, ну, тоже нетрудно взять, то есть, реально 20-30% первой вклады и у тебя есть квартира. Это, кстати, через сколько примерно можно, например, с квартир? Через полгода можно, если полгода правильно поплатить налоги, официально все нормально, то через полгода можно уже оформлять купленную квартиру. То есть, смотря в какие города, то есть, там разные цифры есть, ну, разные квартиры. То есть, если там Лойс брать, 50 квадратов, 200 тысячи стоит, если там Варшава брать, 50 квадратов, может стоить полмиллиона. Ну, да, уже понятно, кто знает, что за раз, кто, кому, какая, какая нужна. Ну, если какие-то, не знаю, пригороды, потому что многие люди, дальнобойщики, они, например, любят в пригородах просто жить, в общем, на этом вопросы мои подошли к концу. Надеюсь, вы тоже услышали много полезной информации. Если какие-то вопросы у вас еще будут, Марк, я тебя тогда подключу тоже в группу в Телеграм, которую мы обсуждали. Вот, Марк тоже там будет. Можете ему и по обучению на код задавать вопросы и по поводу вот этих вот всяких легализаций, что вас интересует и так далее. Также можно и в группе, можно в личку, там, как хотите, в общем-то. Все контакты будут под видео. Да, мы подключим только не только меня, мы подключим туда еще менеджеров, которые нам будут быстрее приятного отвечать на эти все вопросы. То есть, если у вас какие-то вопросы, мы спокойно среагируем. Да, так что, в общем, всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся, все как обычно, колокольчик. Спасибо за внимание и пока. Да, всем пока. И вот это у нас дворец королей, King's Castle. Точнее, не дворец будет, а замок королей. И сейчас здесь что-то проходит, я пока еще не понял, что именно, но смотрите, как много солдат, полиции, играет музыка торжественная какая-то. Сейчас будем разбираться, что здесь такое. Камеры, телевидение, довольно много людей. Вот это президент Польши. Смотрите, здесь у нас кто-то выходит, вот идут три солдата на экране. А это прапорщики. Товарищ Илья подсказывает, что это прапорщики выходят. А мы сейчас ждем, похоже, что они сейчас здесь появятся, потому что эти военные сделали шаг назад. Так, у нас тут начался движ, все люди стали подходить, вот эти тоже ребята с камерами подошли. Давайте мы тоже подойдем, что там будет. Ага, вон президент там и идет, в этой толпе. Целая куча телохранителей и операторов с камерами. Вот видно жена его в белом, а самого его не видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» четырех сторон то есть вот это огромная нас часть получается по центру и вокруг нее вот так 4 штуки еще сделано здесь тоже есть ребята которые пердят на всю улицу на харли смотрите какие-то прикольные тачки стоят написано даже польский фиат так и теперь вот сюда переключаемся оба здесь что-то похожее на наши шестерки прям похоже на шестерки ручки шестерочные а вот салон ну да практически нет там даже он спидуха как у копейки не как у шестерки вон такая это видимо как тройка наверно какая постарее шестер и шестера помню у меня было она уже была посовременнее